Всем привет, ребята! И сейчас я демонстрирую вам новую версию нашего медведя. Поехали! Мы продублировали и сделали спереди еще один отсек для аккумулятора. Это на тот случай, если заказы слишком долгие. Допустим, по часу, по два часа. Вы можете поменять во время вступления аккумулятор, допустим, с заднего на передний и дальше работать. Также часто аниматоры жаловались на то, что им хочется сильно пить во время вступления. Мы эту просьбу учли и также здесь сделали отдельный кармашек для водички. Можно просто во время вступления достать, попить и обратно сунуть. Шерсть у нас очень длинная, мягкая, приятная на ощупь, так что всем детям и взрослым будет приятно его обнимать. Итак, сейчас я вам покажу медведя. Субтитры сделал DimaTorzok Как вы уже видели, в мишке очень удобно прыгать. Он легкий и в нем достаточно легко двигаться. Я легко запрыгнул на лавочку и также мне легко можно делать любые движения и трюки. Чтобы снять жилетку, вам просто нужно нажать на патрон и все, жилетка снята. Так же легко она и одевается. Что касаемо подошвы, здесь у нас стоит очень прочный материал. Мы его проклеили по всему периметру, также еще и прошили. Ни за что не сотрется и не отклеится. Частая проблема у мишек, которые мы купали до этого у производителей различных, подошвы стирались в хлам из того, что там вместо прочного материала стоит обычный брезент. Мы эту проблему устранили. Мы сделали так, что подошва будет служить вам очень долго и ни за что не будет стираться. Ну и тем более отклеиваться. Сумки для медведя мы сделали отдельно два кармана. Один для аккумулятора и для различных вещей. Другой для расчески и любых принадлежностей, которые вам необходимы будут во время выступлений и заказов. Эту мишку мы делали по индивидуальному заказу. Так как здесь будет работать и муж, и жена, размер ноги будет разный. Поэтому мы специально сделали регулируемые крепления. Вот так вот крест-накрест перекрещивается, сюда вставляющую обувь и она плотно держится. У нас еще есть два типа крепления, о которых мы расскажем позже. Продолжение следует...